Дорога в деревню Толстик – это первое, на что обратили внимание активисты. По мнению экспертов, за бюджетный счет в 2017 году построили дорогу больше, чем в полтора километра в интересах бизнеса. Стоимость строительства – 33 миллиона. В деревне почти нет постоянных жителей, зато есть четыре коттеджа, кафе и база отдыха. Комплексом управляет сеть магазинов, которая наполовину принадлежит депутату Соликамской думы. В пояснительной записке говорится, что дорога необходима для доставки детей в школы, получения услуг здравоохранения, подвоза продуктов и экономического развития. Вот как местные чиновники пояснили все нашим коллегам из Соликамска. Строительство автомобильной дороги до деревни Толстик выполнялось в рамках реализации регионального проекта «Пермь-Великая». Все работы по строительству автомобильной дороги выполнялись четко в соответствии с ранее разработанным проектом, который прошел государственную строительную экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости. Следующей закупкой, исполнение которой проверили активисты, стала установка спортивной площадки у школы 4. Еще в середине июля около школы должна была появиться площадка с освещением, трибунами, тренажерами, ограждением и местом для хранения инвентаря. Стоимость контракта почти 4 миллиона рублей, однако у школы активисты увидели лишь заасфальтированную территорию. Согласно муниципального контракта предусмотрены неустойки, но подрядчик нам обещает, что до 20 августа эти площадки будут открыты. Эксперты Общероссийского народного фронта в Соликамске также проверили исполнение госконтрактов по благоустройству, строительству дорог, ледового катка, по установке фельдшерско-акушерских пунктов многие работы идут с оставанием от графика, а некоторые контракты остаются невыполненными и после окончания сроков. Самое главное, активисты Общероссийского народного фронта здесь будут следить за ситуацией. По всем этим объектам мы будем держать руку на пульсе и как только будут изменения, мы будем сообщать. Так, чтобы люди видели, что даже небольшие, простые усилия по гигантскому количеству объектов, не сложным объектам, визуальным, понятным объектам, даже небольшие усилия могут приводить к изменению результата. Участники проекта за честные закупки обратятся к губернатору Пермского края с просьбой обратить внимание на обнаруженные проблемы. Евгения Кокшарова при поддержке телекомпании Соликамск ТВ.